Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мне хотелось поработать на огороде. Сегодня прям замечательная такая погода, но там, где я хотела поработать, там сейчас с солнышком. Там так жарит сильно, что я думаю, что, наверное, скорее всего, буду часика через два, наверное, там только работать. А сейчас мне хочется где-нибудь в тенечке поработать. Вот куда? 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 А мне бы хотелось сегодня продолжить дела делать. Вчера я начала вот здесь, думаю, у меня будет цветничок маленький из тех остатков, которые у меня остались. Здесь была посажена малина, но, к сожалению, не знаю, как так получилось, что малина пропала. Наверное, она не перезимовала. Не знаю, почему там он был один от росточек. Я прополола, а он, оказывается, палка, в общем, палка сама дала зеленую веточку. И, в общем, я палочку-то потревожила, и веточка сегодня засушилась. У нас остался вот такой вот заборчик. Нам его подарили. Я снимала распаковку подарка. Ольга нам его подарила. Спасибо большое. И я решила сегодня применить его вот сюда вот. Вот ванночку я чуть-чуть уберу побольше. Рума ее из сарая вытащил. Хотели рыб купаться. А что-то как-то она ему маловато. Это, наверное, для утят или гусят использовали. А раньше-то в такой ванночке, наверное, малышочков купали. Маленьких, малюсеньких. Я вчера сидела здесь до вечера. Ковырялась прям до самой ночи почти. Полола траву. Я подготавливала к заборчику. Здесь вот можно было бы цветничок сделать. Потому что я здесь посадила петунию. Там здесь арбузы. Здесь еще посадила петунию. Но что-то мне здесь как-то не нравится. Если вдруг Рома надумает убирать вот этот вот сарай. Сейчас разверну. Если Рома надумает убирать... Вообще время-то идет для записи. Нет, не помню. Тут новое приложение в телефоне. И ничего не понятно. Ну-ка. А, все. Понятно. Когда красненькое, значит, видео идет. Вот. И он в отпуске хотел разобрать вот этот вот сарай. Точнее, не весь разобрать, а вот именно вход вот тут вот, где окошечко. Потому что там... Ну, в общем, он сам лучше покажет это все. Там немножко крыша обрушилась у этого сарайчика. Ну, он еле стоит, как говорится. Вот. Что он что-то с ним хочет сделать, я не знаю. Мужские дела я не суюсь. Это мужское. А женское, это женское. Как раз у меня получается там от батута тенечек. И... Котчик под тенечком. И как раз я сейчас там буду ковыряться. Несколько часиков проведу здесь. Да? Кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Как же без котов и без кошек, а? Ну, вот как же без них? Сейчас покажу, что у меня там с малиной случилось. Она, наверное, скорее всего, вымерзла. Потому что потоки воды идут вот оттуда... Ой. Вот оттуда с полей идут потоки воды. И вот так вот. Вот так вот. Вот так. Вот так. И сюда вот идут они, все эти потоки воды. Даже здесь вот, по-моему. И еще поток воды идет. Он прям ручьем долго не просыхал. Вот здесь вот канавка. Вот. Идет вот так. А по краю там идет канава. И там стекает вода с полей. Вот. И я так думаю, что, наверное, скорее всего, здесь оголилась. Подморозилась она. Еще в мае. Помните, какая вообще погода была? Начало мая. И там все в заморозке. Почти все грохнуло в заморозке. У меня там чеснок уже. Наверное, скоро его надо будет убирать. Глубины шейки. Какие они длинные. Я их на бульбочке оставлю. Потом надо для однозубок. Так. Здесь все-таки тенечек-тенечек. А голову все-таки еще немножко печет. Сейчас одену. Вот здесь. Здесь была малинка. Вот дырочка. Так. Здесь малинку рома вкапывал. Здесь вот малинку вкапывал. И здесь вот около ванночки. Ну вот. Видите в ванночке? Такой пруд. Вот. Он высохший. Вот. И что по поводу вот этой. Здесь скорее всего рома весной скосил. Вот. А вот здесь вот. Вот. Вот этот прутик стоял. Ну сегодня я гляжу. Тут уж все засохло. Просто пустая палка. Наверное, выдерну. Жалко, конечно. Ну ладно. Может и побеги пойдут снизу. Какие-нибудь. Не знаю. Сухо. Сегодня вечером еще буду поливать. Рома сегодня в ночь. Поэтому поливать я буду. Вот. Вот здесь хочу поставить заборчик. И высадить все свои. Ну вот здесь вот, конечно, еще доубирать. И высадить все свои оставшиеся цветы. Там и тунии, и астры. Просто здесь хочу красивый уголок сделать. У меня такое чувство, что меня сейчас скушают. Там столько ос появилось. Я перевернула ванночку пока. И там столько много. Я хотела тут видеть, но перевернулось. И столько много ос тут. Как бы они меня тут не покусали. Может где-то у них тут гнездо. Не знаю. Вон прям около табуретки. Их много. Целая куча. Я взяла косу. Более-менее я ей научилась работать. Тут надо пресс норовиться к ней. Ну, посмотрим, что делать. Придется сосами. Либо зажигать эту отпугивалку. Я вчера вот сидела вечером. И у меня была отпугивалка. Надеюсь, это все. Она у нас сушена. Это уже сегодня новой травы. Отбавилось. Да. Оск, конечно, много. Но, надеюсь, не покусают. Что теперь? Рея точно выпускать не буду. Когда-то вот будет к этим пчелкам, оскам, будет подходить. Как бы его не ужалило. Да, наверное, скорее всего здесь гнездо какое-то. А вон там, вон ведерки в черненьком. У меня растут огурцы. Мне некуда было их пристроить. И я пристроила их туда. Ничего. Растут. Да, сегодня точно поливать надо. Потому что все сухое. Все сухое. Ладно, что ж теперь попробую. Я попробую как-нибудь установить заборчик здесь. Потому что мне очень хочется, чтобы здесь была красота. Но, надеюсь, меня не покусают. Друзья, если все задуманное получится, и у меня все получится, как именно я и хотела, то это будет вообще осенью. Это будет красота. Надеюсь, мы дождемся осени и увидим, что же получилось в итоге. Получается, по краю у меня высажены петунии. Сейчас они немножко приживутся. И я отщепну им головки. И пускай распышатся большим таким вот ковром красивым. Здесь у меня посажены астры. Помпушка голубичная и помпушка мармеладная. В общем, голубая и розовая должна быть. Вот здесь вот идет... Так, значит, у меня либо голубая, либо розовая. А здесь вот, соответственно, либо голубая, либо розовая. А еще я увидела здесь отросточек маленький малинки. Его надо сохранить будет. Вот я тут поближе поставила эту палочку. Надо будет обязательно его поливать, отливать, чтобы кустик набрался до зимы, свою силу набрал до зимы. А потом его пересажу в другое место. Попрошу Рому выкопать его и в другое место. Либо дам ему несколько лет. Пусть он здесь зимует. Там посмотрим, что из него получится. Пока я его здесь, чтобы не потерять, я его здесь оставила. Здесь вот, я посмотрела внимательно, нет ничего. И здесь вот, тоже нету. Тоже внимательно посмотрела. Но на всякий случай я буду иметь в виду и сюда тоже. Рома, конечно, и поливает здесь, но все равно. Я буду тоже поливать здесь. И ему скажу, что именно вот в эти луночки побольше, чтобы лил воды. Ну, вот так вот это, в общем, получается. Я думаю, что скоро будет красота. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Рэй достал, походу, дома. У меня детей, дети отдыхают. Походу, он достал их. Я его взяла. Он на террасу уже прыгает, 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 прыгает. Ему хочется тоже. Я здесь сижу. Правильно? Тут он, помощников он сколько много. Да, Мось? Ты же со мной разговариваешь. Правильно, Мось? Муся, Муся. Или ты только дома разговариваешь со мной? А? Муся, Муся. Ты только дома со мной разговариваешь? Да небось, он не добежит досюда. Боится. Ну, правильно, пусть боится. А то вдруг, как будет, если добрая кошка к собакам, вдруг, не дай бог, злой пес и разгрызет. А она такая мышеловка хорошая. Прям не кошка, а прям... золотушка. Я, в принципе, что хотела, то и сделала с цветочками. Я их полью. Пока тут вот траву оставлю. Пусть она подсохнет. Вот. Да? Вон, видите, он у него месяц в ванну. Хотели ему эту ванночку покупаться. Ладно, сейчас буду поливать. И он это... А что делает? А что делает? Да? Что? Этой ванночке мало ему. Буду поливать, и он это тоже будет ловить. Скажет, и мне, и мне, и мне воды. Вот. Так что на сегодня я свой план выполнила по поводу цветочков. Теперь они меня не будут напрягать и тяжелым грузом висеть, как это все бывает. Благополучно у меня тут растут огурцы. Вот в этом ведре я хочу напомнить, что в это ведро я складывала бывших владельцев консервацию. Все. Ну, испорченное, в общем. И за зиму это все, конечно же, переработалось. Дальше сюда земли попросила Рома немного натаскать. Получилось целое ведро. Она уселась. Это земля с весны. Да-да-да-да-да. Да. С весны уселась она. Осталось тут пол ведра. Но она дырява. Ничего страшного. Корни туда уйдут. Вот эти два огуречка, они так благополучно тут растут. Я не удивлюсь, если тут еще и даже будет скоро урожай. Да? Если кто-то не слопает. Нет, не слопает. Вот. Грядочка. Я сразу все инструменты убираю. Не люблю, когда у меня беспорядок и что-то с инструментами лежит не к месту. В принципе, полив это дело не хитрое. Что-то тут шланг пропустил туда на кухню. Воль, принимай его там. Дотягивается? Ага. Держи. Вот так вот нехитрым способом закручиваем. Одной рукой, конечно, неудобно. Закручиваем. И все. Можно включать воду и поливать. Рыки на кастрюльку нечаянно перевернули. Но ничего страшного. Для начала нужно растянуть белый. Вот так, чтобы он нигде не перегнулся. И теперь сейчас подсоединю синенькие к нему. Синенькие я размотала, чтобы у меня не было никаких перегибов. И теперь просто и легко. Вот. Рома все сделал для удобства. Также тут на хомутах сделал соединение. Сейчас я его соединю. И все. Можно подключать воду и поливать. Вот. Все для удобства Рома сделал. По привычке уже начинаю кричать. Забываю то, что микрофон. Не забываюсь. Так. Вот. Соединение, значит. Раз. Щелк. Щелчок произошел. Все. То есть. Так. Я больше не протекаю, да? Да. Вот. И тут же намотан еще один жгут и заделан. Но здесь он постоянный. Вот и все. То есть сейчас останется только чуть-чуть вот разровнять синенький шланг. И все. Можно. Ой. Что-то бросила так. Если Рома увидит, скажет. Что это тут я дотворила? Вот. И все. Мне нравится вот этим шлангом. Прям легко так нажимаешь и это. Так. Вот. Здесь я оставляю пока в кучке. Сейчас я пойду открою воду и буду сначала цветочки поливать. Потом туда пойду поливать. Ну, Оль со мной помощница. Да, Оль? Оль любит поливать. Особенно Рея. Да. Сейчас он повеселится у нас. Вот. Потом перетащим шланги туда и будем уже там поливать. О, я тут забыла эту буретку-то забрать. Ну, ладно. Заберу. Может, она мне еще понадобится сегодня. Хотя ужин еще готовить. Так, все. Я пошла воду включать. Нажимаю на паузу. Я сбегала, открыла воду, пока тут воздух спускался. Он что делает, а? Он что делает? Он что делает? Ой, 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 ой. Жук. Не очень хорошо напор сегодня. Вчера воды не было. К вечеру только появилась. Поливали, наверное, все. Сейчас бассейн наполняют, наверное. Не знаю. Ну, все. Воздух, наверное, стравился. Хотя не особо стравился воздух-то. Вон он. Да? Пусть немножко это стравится еще воздух. Чуть-чуть. И буду полноценно поливать уже. Ой, ой, ой. Другой режим. Да, здесь много режимов. Много? Ну да, три, что ли? Четыре. О, два. Нет, еще там разбрызгивание. Интересно, все собаки так вот любят? Ой. Когда он так вот ловит, мне кажется, он такой это страшный становится. У него эти клыки. Он такой злущий. Это может быть бесконечно, пока весь мокрый не станет. Да, Рэй? Воздух почему-то не выходит. Не знаю. Напор, может, слабый совсем-совсем. Надо было, может, чуть подождать. Рэй, нельзя. Ну, это уже баловство у него. Ого, что делает? Сейчас хоть подышать маленько будет нормально. А то это... Рэй. А то прям душно. Ну, все, хорош-хороший. Я буду поливать. Давайте мне агрегат. Хохотульки, а. Уходи туда играть. На, вон тебе маленько в этот тазик. На, в тазик немного налью. Господи. Рэй. Ну-ка, нельзя. Все. Все, нельзя. Нельзя. Ты страшная морда. На. 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 Упейся. На. Все. Все. Упился. Все, больше нельзя. А то горлышко заболит. Все, я сказала, нельзя. Вот так вот мы и поливаем. Ладно, мы будем дальше поливать. Продолжать. Да. Ну. На. На. Страшная морда. На. На. Все. Упился. На тебе спинку еще. Все. Все. Хватит. Хорош. Да, Оль? Хватит. Все. Смотри, уж лужа какая. Все. Очень удобно. Даже больной рукой нажимаю, который у меня плохо работает. Вот. Это я уже цветник поливаю. Вот. Нажимаю больной рукой. Прям вообще красота. Легко. Нажатие. Раз. Все. Все. Вот. Сейчас полью. Здесь. И. Назад. Здесь виолы. Я вообще над ними в шоке. Здесь африканка. Африканка, она должна быть коричневая с желтым. Здесь вместо этой африканки желтые. Сейчас я отойду туда, к забору, и покажу, какие они. Я вообще в шоке была, когда увидела. Думаю, вот покупаешь сортовые, да? Карласс. Ты лайта, лайта. Ой, вообще. И здесь сейчас покажу, как выглядит. Покупаешь сортовую, а у тебя нифига не сортовая получается. Вот. Но какая Африка? Если вот эта еще более-менее похожа на Африку, так вот эти нет. Не похожа. Я смотрю, вон еще распускается желтая. Ну, что это такое за безобразие? Не знаю. Пересортица называется у производителя. Здесь вот у меня и то более-менее нормальная, похожая на то, что я собирала. У меня кристалл. Они синенькие были. Ладно, буду поливать. Это Рэй не дает мне ничего сделать. Все сохранить. Ну, вот я сейчас эти астрочки все отолью. Петуньи все отолью, которые я здесь посадила. И будем поливать. Вот. Сейчас все сделаю. Пусть все пьет. Да, Рэйка меня вон расстроил. Пришлось на него прям прикрикнуть. Я на него не кричу, не ругаюсь. А тут прям пришлось прикрикнуть. Мешает и все. Там помидорку он спереди немного сломал. Я говорю, их ты беззаботный. Он чувствовал, кот был. И это, на кота побежал. Вот чужой кот был. Вот. И все. И этому надо. И этому надо. И все. И полетел, как лось. И я на него накричалась. Мне аж стыдно. Мне аж стыдно стало. Я никогда не кричу, не ругаюсь. А тут прям это, пришлось наругаться. Я говорю, я тебя накажу. Я говорю, я тебя пусть начинай. Не дам никаких. Безобразника. Ну ладно. Надо это. И когда он котов видит, он вообще не слушается. Так-то он слушается. А вот когда котов видит, это у него крышу сносит. Особенно если чужих. То все. У него кики. Кики за кики. Да? Кики за кики. Ладно. Буду я дальше поливать. Вот шинки. Они уже наполнены такой вот краской. Я тоже жду, пока все расцветет. Раз. Распахнет. И помните, я кабачки полола. Ну и что вы думаете? Смотрите, они опять взросли. Но смотрите, какие они большие уже становятся. Это же вообще быстро как. А тут грядку я делала с цветами. Вон. Это уже более-менее все приживается. Это, конечно, плохо видно. Потому что трава вылезла сразу моментально после дождя. Так что проводить порядок мне придется скоро опять. Ну а на этом я с вами сегодня попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр. И, наверное, я, скорее всего, скоро сделаю обзор овощей, которые у нас здесь растут. Точнее, рассада ихняя. Потому что плодов у нас, кроме перца, пока нет никакого. Ну и огурцы там немножко растут. Вот. Я буду дополивать. А вам хорошего настроения. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...